Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заместитель командира батальона патрульно-постовой службы межмуниципального управления МВД России Люберецкая Денис Вадимович Письменный, подполковник полиции. Пригласили мы Дениса Вадимовича в студию, потому что 2 сентября, во второй день, первого осеннего месяца, отмечается день образования патрульно-постовой службы полиции. И в этом году, я так понимаю, 100-летний юбилей. Да, в этом году 100-летний юбилей. С одной стороны, вроде бы как много, с другой стороны, кажется, что как-то даже и маловато, потому что всегда казалось, что некое подобие 100-летней патрульно-постовой службы и вообще работа полиции с нами были всегда. Но 100 лет, вот такой юбилей, с какими показателями, как обычно говорят, подходит к столетию ваша организация? Не буду утомлять, если на самом деле цифрами. Скажу так, что за текущий период в Люберецком районе количество преступлений у нас с прошлым годом снизилось на 15%. И приблизительно четверть преступлений, которых совершается на улице, раскрыто сотрудниками патрульно-постовой службы. Ну, я так понимаю, мы поговорим об этом, это не только, наверное, новые, скажем так, возможности, камеры и так далее, и тому подобное, но это прежде всего человеческий фактор. И начнем, наверное, с этого. Вообще, какими качествами, свойствами, я уж не знаю, чертами характера должен обладать сегодня сотрудник вашей организации? Ну, я считаю, что это должен быть волевой человек, во-первых, целеустремленный, и, что немаловажно, по моему мнению, это не обязательно в какой-то мере его физические должны быть достоинства, он там сильный, накачанный. Бегает хорошо. Да, я считаю, что человек должен быть в первую очередь грамотный, знать законодательство, уметь общаться с людьми, уметь подойти к людям, увидеть правильно, правильно с человеком поговорить. Соответственно же, не то преступление, которое может совершиться на ваших глазах, а может поступить вызов, при котором вы приехали, и перед вами некое количество людей, инспектору надо на основании объяснений, заявлений граждан выявить, где здесь тот человек, который это совершил. Соответственно, сами вы понимаете, что люди все отказываются от своих деяний. Ну, это понятно. Поэтому в моем смысле, так сказать, и я так считаю, и что грамотность, знание законодательства позволяет человеку работать в полиции, позволяет выглядеть перед людьми компетентными, соответственно, отсюда вырастает авторитет у полиции. Потому что когда человек общается, я же работал с инспектором ДПС с самого начала на улице. То есть непосредственный контакт с людьми? Да, непосредственный контакт с людьми. И это я могу сказать на 100%. Когда ты общаешься с человеком, с водителем, это пусть не с водителем, человек понимает, грамотный перед тобой сотрудник или нет. Соответственно, так же строит свой диалог. Хорошо. Ну, давайте вернемся еще, потому что для людей полиция и полиция, условное разделение на две части. Это полиция и это ГИБДД. Когда, например, уже сталкиваются люди с конкретными какими-то вещами, там они начинают уже различать, какая организация, чем занимается. Но все-таки, каковы сегодня основные функции у патрульно-постовой службы? Патрульно-постовая служба, у нее основная функция – это охрана общественного порядка. Так же, как и у ГИБДД, основная функция – это обеспечение безопасности дорожного движения. Да. Просто две службы, они практически одинаковые. Только одна служба занимается дорожным движением, а вторая занимается улицей и пешеходами. Вот, например, когда водитель едет, ну, такой, не очень любящий соблюдать правила дорожного движения, вот он видит два автомобиля полицейских. Когда он видит ДПС, он понимает, что любое его неправильное движение, действие, вот эти ребята могут его остановить и там решать как-то вопросы. Когда он видит, что едет просто полицейская машина без надписи ДПС, у него почему-то в голове иногда срабатывает, что это просто полиция, и они как бы по дорожному движению, ну, не специализируются. Это правильное такое мнение или неправильно? Может и патрульно-постовая служба даже немножко так прижучит такого водителя? Ну, вы знаете, это неправильное мнение, я еще раз говорю, и я в этом убежден, что, к сожалению, разъяснений со стороны центральных, допустим, телеканалов, чем сейчас люди, или центральных каких-то интернет-ресурсов, этим не занимается. Люди в основном привыкли слушать блогеров, которые говорят, это так, это не так. Поэтому мы сегодня и с вами здесь. Да, сотрудник, мы все сотрудники полиции. И существует закон о полиции, номер три. Он не разделяет очень, скажем так, по критериям, что это должен делать тот сотрудник, это должен делать. Я, как сотрудник полиции, даже находясь не в рабочем, выходной я, я обязан пресечь административный промышленник. Дело в том, что дальше уже вступает в силу кодекс. Я сотрудник полиции, возьмем там патрульный постовой службы, вижу, человек выезжает на встречную полосу. Ну, вот та ситуация, при которой вы меня спросили, образно. Да, человек не боится, видит там, что это не гаишник, все, значит, я могу это все. Я обязан его остановить, и он обязан выполнить мое законное требование. Так я сотрудник полиции. Но оформить, привлечь его к административной ответственности не могу. Соответственно, я пишу мотивированный рапорт, потому что коллеги не видели этого правонарушения. Я видел, я пойду в суд, я буду свидетелем по данному делу, но оформляют, согласно законодательству, они. Так же, как и сотрудник ГИБДД. Он может ехать и увидел в парке драку. Он обязан ее пресечь, обязан, потому что он сотрудник полиции. Он ее пресекает, вызывает сотрудников патрульно-постовой службы, и мы уже занимаемся оформлением данного инцидента согласно у их него рапорта. То есть сотрудник патрульно-постовой службы имеет право останавливать автомобили. Во-первых, в связи с возложенных на него обязанностью, это проверка лиц, находящихся в розыске, проверка, согласно проведению мероприятий антитеррористической направленности, проверка, что везут граждане в своих машинах. Не по теме госавтоинспекции, но по своей работе. Вот недавно сотрудники, как пример, остановили на улице Волковская автомобиль каршеринга, когда со всеми... Ну это да, особый такой вид транспорта. 400 грамм героина человек вез. Вот и как бы пожалуйста. А если бы они не имели права останавливать? Ну, может быть... А это они случайно остановили или какой-то рейд был? Ну, у нас все время это проходит операция антитеррористическая, там, анаконды или, там, допустим, по наркотикам проводят. Там, скажи, где торгуют смертью, может называться. Вот. И, соответственно, машины каршеринга, такси. Это особое внимание для сотрудников вообще правоохранительных органов, скажем так. Потому что данными машинами управляют очень разные люди. Ну, давайте мы поговорим еще о, собственно говоря, о службе самой, о патрульно-постовой. Что должно привлекать? Ну, вот сейчас какой-то молодой человек смотрит или родители думают о том, чтобы предложить такую работу, чтобы, да, тем более у нас приходит сейчас много ребят, которые прошли определенный боевой опыт и наверняка будут предлагать работу в самых различных органах, которые связаны с правопорядком. Какую, что хорошего дает эта служба? Какие, ну, скажем так, приятные моменты, я имею в виду зарплата, отпуск? Что получается сегодня сотрудник патрульно-постовой службы? Вы знаете, люди разные, но в целом за себя я могу сказать, да, сейчас я перешел на кабинетную работу, скажем так. Но в целом, когда ты находишься на улице, на дороге, вот, для меня очень было важно, и, на самом деле, внутренняя удовлетворенность я получал тогда, когда вот даже не пресек я правонарушения, когда ты кому-то помог, вот. Может, это для людей не видно, и многие, говорю, в связи считают, что там полиция, она такая, сякая, тут можно всяко рассуждать, да, вот. И во всех органах, и врачи, и все. Да, в любой профессии, конечно, разные, да. Вот, поэтому, но если человек хочет помогать другим, хочет свой город, чтобы его там родители, жена, дети жили в спокойствии, да, это, скажем так, профессия для него. Но не обязательно это патрульно-постовая там служба, это может быть и уголовный розыск. В принципе, в полиции много, да, вакансий, и, в общем-то, платят-то хорошо? Платят достаточно, ясно. Ну, уровень зарплат, допустим, у нас, у сотрудника патрульно-постовой службы, сержант, это человек без высшего образования, от 55 тысяч рублей выше, там, у офицеров выше, потому что нам правительство сделало надбавки. Сейчас еще с октября месяца обещают некое повышение, там, ну, стабилизация заработной платы. А если выше образования, то еще больше, да? То офицер, да, там чуть побольше зарплаты. Я так понимаю, что сотрудник, который приходит, ну, молодой, без высшего образования, на каком-то этапе он потом может куда-то поступить, да, по направлению? Да, во-первых, у него есть возможность бесплатного обучения, это в институте, там, имени Кикати, нашему МВД. Да. Вот, получить высшее образование специализированное, профилированное, стать офицером, да. Это форменное мундирование, это здравоохранение, то есть... Отпуск большой? Отпуск от 55 суток, да, ориентировочно. То есть на полицию сейчас министр вот нашего выступал, колокольцев, и, в общем-то, делается большой акцент, скажем так, на улучшение, на авторитет полиции. Поэтому это стабильность, скажем так, это интересно, да, это тяжелая работа. Ну, интересно, тот, кто в этом заинтересован. А тут скрывать, и люди, которые ко мне приходят, чтобы поступить на работу, да, это тяжелая работа. На самом деле, это непростая работа, в силу, там, разных обстоятельств, я говорю, и не только физических, и моральных. Это потому что общение с людьми, и ты общаешься с ним не в дружеской манере, а он всегда либо правонарушитель, либо чем-то ему надо как-то вот помочь. Попал в ситуацию. Да, попал в это нервное общение, да, скажем так, немножко вот, ну, негативное. И когда через тебя проходит большое количество людей, на самом деле, все их мысли, все их, вот, заботы, все они рассказывают, это все ты пропускаешь через себя, если ты не безразличный человек. И это, на самом деле, ну, тяжело, тяжело, да. И я всегда говорю, что человек грамотный и морально-психологически устойчивый, тот, да, и кому это нравится, кто получает от добра, который он делает удовлетворение, то этот человек найдет себя в полиции. Ну, благодарят иногда те люди, которые попали в беду, и вы им помогли? Или вам достаточно, что вы помогли, а уж поблагодарят, не поблагодарят? Спасибо скажут, не скажут, это уже второй вопрос. Есть, которые и не скажут, на самом деле. Ну, мне было, допустим, это неважно. Я для себя знал, что я сделаю хорошее дело. Я никогда не гнался за этим. Скажут они спасибо. Но некоторые люди, здесь я, по крайней мере, не сталкивался, а в ГАИ, как бы я сталкивался с тем, что и приходили на развод, и, да, говорили, что вот нам такой-то инспектор помог, и их пускали на развод, они благодарили при всех. То есть было и такое. То есть такая форма, понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях заместитель командира батальона патрульно-постовой службы Межмуниципального управления МВД России Люберецкая Денис Вадимович, письменный подполковник полиции. Напомню, что 2 сентября день образования патрульно-постовой службы полиции. Сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях заместитель командира батальона патрульно-постовой службы Межмуниципального управления МВД России Люберецкая Денис Вадимович Письменный, подполковник полиции. 2 сентября 100 лет патрульно-постовой службы отмечается. И вот вы говорили о выступлении министра внутренних дел, и там неожиданно у него было заявление, что не хватает сотрудников, следственные органы и так далее. То есть действительно есть ощущение некого дефицита тех людей с теми качествами, о которых вы говорили. Если к вам приходят на работу, наверняка же вы тоже берете не всех, то есть какой-то отсев, исходя из психологического вот этого портрета. Вообще, сегодня люди готовы приходить работать, и не просто работать, да, получать неплохие, в общем-то, деньги по сравнению с другими профессиями, но и добиваться результата, о котором вы тоже сказали. Да, люди приходят на самом деле, но нехватка кадров в коем-то образом, она все равно существует. Я еще раз повторюсь, потому что люди приходят, и есть статистические данные, вот немножко там изучал, что человек, если начал работать, то он будет работать почти до конца. Но вот этот период, год-два, вот многие приходят, и я сейчас с этим сталкивался, да, но я хотел попробовать, вот я думал, что это будет так, а это так, да, тяжело, не мое. То есть, и у меня вот друг был, то есть он пошел работать в ГАИ, вот элементарный пример. Это еще был давно, 2000-й год, он работал, говорит, я не могу людей штрафовать, не могу, и все, вот психологически, да, не могу, и все. Как бы он считал, что и он им делает, ну, может быть, дискомфортно или что-то, все, он ушел. Какой хороший инспектор был. Год от работы ушел, поэтому, то есть, да, люди приходят. Вот из десяти, допустим, человек приходит, образно говоря, пятеро, да, будут достойны, двое уйдут. Ну, а трое будут работать, ну, потому что, да, потому что это стабильность. Вот и все. То есть у них хватает сил на выполнение этих задач, да, но нету энтузиазма, нету интереса, нету вот такого желания. То есть он делает, как робот человек, то есть приблизительно, это моя статистика. Я понимаю, но все равно, мне кажется... Но достойные люди потихонечку приходят. Ну, то есть 50% это неплохо. Давайте поговорим конкретно о том, какая, что выпадает на долю сегодняшнего сотрудника. Вот вы говорили по поводу пресечения всевозможных административных нарушений, но и слово преступление никуда не делось. Все мы сегодня, где ни в ключи, да, идет какой-нибудь... В 90-е было модно сериалы, такие немножко легкого такого содержания, связанные с работой полиции. Сегодня очень много сериалов таких солидных, где показаны действительно сотрудники, как вы говорите, которые не просто размышляют, а строят целые схемы для задержания преступников. Но мы знаем, что преступник всегда идет на шаг вперед. Вот как на сегодняшний день вы оцениваете преступный мир, и насколько нам, простым людям, которые с этим не связаны, все-таки можно рассчитывать на вас, на ваших коллег ГИБДД, на всю вот эту структуру правоохранительную? Ну, вы знаете, преступный мир тут немножко это... Это не как бы не ко мне вопрос, потому что те преступления, которые они изощренные и грамотные... Это в другую уже организацию. Но они есть. Тут нечего скрывать. Этим занимается уголовный розыск. То есть специально обученные люди, которые, когда совершено преступление, они уже расследуют распут, как вы скажете, как в сериале. Но дорожепатрульная служба и патрульно-постовая служба, они работают на улице. То есть основная доля задержания приходится... Вот человек, вот преступление, вот задержание. То есть едет сотрудник ППС или идет по парку, пеший патруль. Все, смотрит человек, что-то делает у дерева. Где-то нагинается, что-то там как-то себя ведет, оглядывается. Значит, уже есть подождение. Ну, возможно, закладка. Что он там делает? То есть вот оно, преступление. Давайте вернемся к маршрутам. Вот эти маршруты не зря служба называется патрульно-постовая. То есть все-таки существует какая-то схема обхода, существуют какие-то маршруты. Плюс, я так понимаю, существует еще и система видеонаблюдения. Как это все сейчас работает? Кто устанавливает эти маршруты? И есть, например, такие места, куда полицейские либо не ходят, потому что туда как бы не проложен маршрут, либо не ходят, потому что, как в некоторых больших городах, страшно туда почему-то ходить. Не, ну не страшно. Почему? Маршруты делаются вообще, как правило, согласно анализа оперативной обстановки. Ну, это, во-первых, правильно, потому что берется район, берется анализ, где, когда, какие преступления совершались, какие больше чаще вызовы, где вызовы. Ну, образно говоря, для понимания, там, два района. Первый и второй. Так. Вот в первом районе совершалось больше вызовов, там, семейные скандалы, драки, там, все. То есть, я, как представитель, там, батальона, который, также я вношу предложение, зачем мне предлагать инспектору ходить по району номер два? Где тише. Где ничего, может быть, не совершалось. Значит, там живут нормальные люди, то есть, социальные условия у них, все. Значит, в первом районе живут... Надо усиление сделать. То есть, соответственно, маршрут пройдет по первому району. То есть, да, вопросов нет. Есть маршруты и есть точки в горы, где сотрудник появляется минимальное количество раз. Вот так и составляется маршрут. То есть, берется анализ, берются сводки за текущий год. И на следующий год, на основании вот этого года, составляются маршруты. Пеший или авто, где предпочтительней, уже в зависимости от анализа. То есть, на АБУМ ничего не составляется. Сколько, на какой город, какое количество... И схема меняется, она не... Она каждый год меняется, да, в зависимости от того, что сейчас растут новые районы. Сейчас вот новый отдел заложили на улице вертолетная, вот ЖК-самолет. Вот, поэтому ситуация меняется, районы растут, люди меняются. Ну, и вот тут такой возникает вопрос, что, например, в европейских странах такой подход. Там, где многолюдно, там, где много туристов, там они могут поставить либо представителей полиции, вплоть до военных, да, причем с автоматами, прямо чтобы ты идешь и чувствуешь, что любое твое неверное движение просто тебя сразу тут же и пристрелят. Это не обязательно так, но создается такой пугающий или предупреждающий элемент. В остальном, в целом, полицию не видно. То есть, она появляется только тогда, когда происходит уже, к сожалению, преступление. У нас чаще полицию мы видим довольно много, где она находится, начиная от того же торгового центра, заканчивая улицами и так далее. Это такой подход, чтобы люди все время понимали, что, а, те, кто хотят совершать противоправный поступок, чтобы они знали, что око не дремлет, а другие граждане должны чувствовать, что полиция рядом, все хорошо. Не много ли у нас полиции, которая ходит везде? Да, это профилактические мероприятия, вы правильно все сказали, да. И специальное, если вы заметили, в ночное время суток передвигается машина с включенными маяками и днем порой. Да, это чтобы люди видели, что полиция есть, полиция существует, она здесь, она рядом. И те, кому нужна помощь, она придет. А те, кто хочет что-то совершить, ну, может быть, и стоит подумать 10 раз, стоит или нет. А какие наиболее из вашей, может быть, практики, я имею в виду уже патрульно-постовой службы, наиболее такие частые были задержания? Ну, я так понимаю, вот вы сказали про торговлю наркотиками, да, это понятно, слово закладки, к сожалению, сегодня знают уже практически все. Тут даже кто-то там предлагает платить деньги тем, кто будет, что называется, сдавать эти все места. Но помимо наркотической борьбы с наркотиками, какие еще такие традиционные? Ну, в основном это, я говорю, те преступления, что может совершаться на улицах, кражи, кто-то у кого-то сумку украл, человек обратился, как так называемый по горячим следам, какая-то драка, тяжелые телесные повреждения. Ну, как это бы не исключаю там изнасилования даже, те же самые, потому что там у человека украли сумку, он раз среагировал, добежал до отдела полиции, дал грамотную ориентировку. Соответственно, ориентировка сразу попала уличным нарядом. Вот едет экипаж, похожий человек, задержали, привезли человек там в отделе полиции, кто пострадал. Да, это он. Вот преступления раскрыты, инспектора сработали правильно. То есть вот они какие преступления, в основном уличные. Хорошо, но вот в последнее время мы видим, ну, как назвать, межнациональные или на каком-то национальном, с мигрантами связанные и так далее. Ну, периодически эти обострения происходят. Вот это же тоже на улице иногда происходит. Вот драка начинается, иногда она перерастает побоище. То есть как вот этот вопрос решается? Сталкивались вы с такими ситуациями? Ну, сталкиваюсь, да, вообще этот вопрос как бы этнически вот это на контроле, но в основном по статистике южные, как говорится, государства что-то все время делят между собой. Не очень понятно. То есть у российских граждан не встречается в этих сводках. Вы все равно должны... Да, вызываются, да, дежурные получают информацию, туда вызывают, не только работают и днем, и ночью. Есть у нас Росгвардия, которые существуют, совместные приказы, хоть они и ушли в вооруженные силы, но в целом они также... То есть одной наградой? Да, охрану общественного порядка. То есть дежурные реагируют, вызывают, приезжают наряды, происходит задержание, а потом уже выясняется, что, кто зачинщик, кто... Сейчас же уличное наблюдение везде висит. Помогает, кстати? Очень помогает. Помогает, да. Очень помогает. И оно развивается. Оно развивается, и безопасный город, и много кто, люди, хотят себя этим обезопасить уже и на балконах, там, машину свою, кто на камеру снимает. Кто на магазинах, и это очень, бывает, выручает. Ну что ж, нам остается от всех добропорядочных граждан пожелать вашей службе в день столетия процветания, потому что от хорошего настроения зависит и качество работы. Ну и, конечно же, всем профессионалам, которые прониклись этой работой, довольно сложной, точечной такой, психологически сложной, мы желаем удачи. Спасибо вам большое, что пришли к нам, приходите еще, вот, мы всегда будем рады. Напомню, что в студии у нас был заместитель командира батальона патрульно-постовой службы межмуниципального управления МВД России Люберецкая Денис Вадимович Письменный, подполковник полиции. С праздником вас и всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова